Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Приглашаем вас на ТАТ-нефть-арену, по крайней мере, визуально. Здесь сегодня состоится матч, который мог украсить, наверное, любой тур нашего чемпионата. Встречаются Казанский Акбарс и Московский ЦСКА. Это матч 29-го тура чемпионата России по хоккею. Составы играющих команд на ваших экранах армейцы перечислять не буду, разберемся по ходу дела. Но скажу лишь только, что перед этой встречей команды абсолютно разные позиции в турнирной таблице имели честь занимать. Московские армейцы на четвертой позиции. После ряда неудач они все-таки воспряли духом. И на три очка отстает от Минитогорского металлурга, который на третьем месте располагается. Лидирует же, как вы знаете, Слават Юлаев. 71 очко, УСКА 61. Акбарс на 14-м месте. Конечно, это кошмар для Казанского клуба. Но пока никаких выводов не последовало. Команда постепенно выбирается со дна турнирной таблицы, где она пребывала еще совсем недавно. Добавлю еще, что Вячеслав Быков, главный тренер армейского клуба, до этого вам показывали Зинатулуб Беля-Лединова, который продолжает руководить Казанским Акбарсом. Ну, думается, что неудача казанской команды дело временное. В общем, по истории своей собственной Акбарс переживал и взлет, и падение. Кстати говоря, первое нарушение правил уже прямо на старте матча не прошло и десятки секунд. И давайте смотреть. Зацепили 91-го номера Олега Сопрыкина. Что, наверное, естественно. И защитник Евгений Медведев отправляется отдыхать. Вот так вот. Легка беда начала. Армейцам теперь предстоит две минуты играть в большинстве. А как вы знаете, сейчас в связи с тем, что правила стали намного жестче, и нарушения трактуются в пользу атаки, то есть стараются повысить результативность всех, кто отвечает за развитие игры. И, соответственно, очень много удалений случается. И отсюда участок шайб не забивается как раз, как на команду в неравных составах играет. Армейцы встали, сразу расположились. Бросок поворотом не точно. Раймонд Жеру выбивает шайбу подальше. В чужую лицевой линии. И антакт придется начать сначала. Слишком как-то добытое вот это преимущество и добытую расстановку армейцы легко очень упустили. И снова выдержаться в зоне не удалось. Подбор за Акбарсом и шайба летит. А на другой конец площадки. Минута прошла с начала матча. Ну и вот так вот Акбарс и атакует в меньшинстве. Нет, атаки не будет и правильно. Не точная чуть-чуть передача, и можно было еще шайбу подержать. Ну, собственно, в задачу Акбарса сейчас и входит. Циска раскатывается. Вот такой способ входа в зону. Диагональный наброс на левый фланг. Рукой остановил шайбу. Защитник Казанского акварта. Он под рукой был и вбрасывал. Сложно было пробиться. Вся казанская четверка в линию выстрелилась у синей линии. И на скорости, конечно, был нападающий. Но, тем не менее, задача у него была весьма сложна. Пробьется через этот заслон. Естественно, в таких случаях, как правило, шайбу вбрасывают в зону. Ну, в сборе экзотический способ для этого выбрал. Полный циска. Армейцы снова атакуют. Вот на сей раз все гораздо проще. Но еще к шайбе нужно успеть. Это получается. Удастся ли встать в зоне? Да, но ненадолго. Ненадолго смена у казанцев. А циска по правому борту пытаются усиливать нападающих пробраться в зону. Все пропало в туне. Первое удаление. Две минуты были убиты казанцами напрочь. Ну, теперь все и начнет. Опасно. И вот бросок поворотом. Как же им промахнулся сейчас. Форвард казанского Акбарса. Подарил ему защитник шайбу прямо на пятачке. Началось-то все вот с этого прорыва. И вот эта чудовищная ошибка бросал Никита Алексеев в небеса куда-то. А точнее в потолок. Он же на вбрасывании, которое тоже проигрывает. Но тем не менее опасный момент снова. Площадью ворот уже идет борьба. И заканчивается она с виском судьи. Браво сейчас Владимир Горбунов успел выбросить шайбу с пятачка. Ворота были сдвинуты, поэтому вбрасывание в зоне армейского клуба Ментимер Шаймиев, президент Республики Татарстан, пришел сегодня хоккей посмотреть. Соперник располагает. Настали воплотить вот это стартовое преимущество, невзирая на удаление. У Казанцев оно, несомненно, есть. Тройка Алексеева снова на площадке. Хорошо бы сейчас для хозяев поля забросить все-таки шайбу. Митцы подрастерялись. Казалось бы, да, четвертая команда Перевеста. Ну, понятно, что здесь вот это смещение в таблице, оно мало о чем говорит. И снова шайба вбрасывается в зону. С началом атаки у СССР сейчас явные проблемы. Навязать борьбу удается в чужой зоне армейцам. Тут же шайба переквачена. Михаил Жуков идет вперед. Тут бросок поворотом. По-моему, партнер его влез в зону чуть раньше, Кирилл Петров. Намечалась небольшая стычка. За Алексеевым и Беловым тут ничего не было. Левее, не в кадре. Казанский нападающий въехал в зону чуть раньше, чем того требовала игровая ситуация. Вбрасывание в средней зоне, естественно, раз вне игры. Казионову придется уступить место товарища. Слишком активен он был на точке вбрасывания. Армейцы преуспели. Вот неуклюжий разворот. По-моему, Запрыкин на него-то не похоже. Сам себя не удержал, развернувшись очень резко. И куда легче получается вход в зону у Акбарса. Нарушение. Неудовольствие местной публики свалили Абухова в чужой зоне, причем снова ЦСКА в меньшинстве. Ну, поскольку армейцы в гостях играют, то надо поаккуратнее будет. А, нет, нет, нет. Численное преимущество будет сейчас у Казанского Акбарса. А, нет, был прав, я первый раз напрасно гадал, действительно. Дмитрий Обухов получает штраф. Вбрасывание, хотя временем, средняя золь. И Панчинцев на точке вбрасывания. На сей раз уступил. И у армейцев вторая попытка. Спокойно. Панчинцев раскатывается. Снова получает шайбу. Обработать ее не получилось. И опять наброс в правый угол к борту. Борьба завязалась. Ну, неизвестно, кому кто-то предоставил шайбу в итоге. Теперь известно. Казанцам она досталась. Картина первых двух минут, которые хозяева провели в меньшинстве, повторяется пока с точностью до 100%. Здесь неаккуратный прием Сопрыкина. Потеря. И Панчинцев. Входить в зону нельзя. Вот только теперь. И опять ошибка. Шайбу-то оставили 22-го номера у Константина Торнеева. А кто-то не понял, что именно ему адресуется этот пас. Это тема чего-то разрешение правил. Оглушительный свист таткнефть арену поразил. Причина понятна. И сейчас мы с вами уточним ее. Вбрасывание в зоне Казанского клуба. Втроем остается Акбар. Против пятерки армейцев играть очень довольно долго. Но уж теперь войти в зону будет куда проще. Второй свой штраф в этой игре получает Евгений Медведев. Что, конечно, о качестве не говорит. Ну, вроде замельчешили. Напрасно неподготовленный бросок защитника. Мне все равно удалось сохранить шайбу в зоне. Наконец-то расставились армейцы. И вот не хватает здесь на правой штанге кого-то. Сопрыкин. Назад. Бросок. Еще одна попытка. Остается шайбу армейцев. Сходу бросал Евгений Медведев. Еще постраду на гол. Но, по-моему, там задержка была. Вратаря чуть-чуть прижали ко льду. Возможно, в рамках правил. Нет, все в порядке. 1-0. Счет в матче открыт. Вот на правой штанге как раз на сей раз и очутился. Вадим Евгений Медведев. И забросил он шайбу. 1-0. Гости повели. Грех был не повезти. Все-таки двукратное. То есть, у них преимущество в два игрока. Конечно, в хоккей фактор определяющий. Это, смотрите, хорошая передача. Бросок. И вот тут шайба оказывается у Япончинца. Ну, слегка до вратаря прилег. Армейский форвард. И Сопрыгин здесь же был. И, конечно, было сложно что-либо сделать. И промокнуть почти невозможно. Ну, что ж, неаккуратность в обороне стоила казанскому акварцу пропущенной шайбы. Но, правда, битер отправился просматривать. Возможно, речь как раз о том, о чем я говорил. Была ли атака вратаря. Поздравления уже миновали. Автор заброшенной шайбы. И, тем не менее, все ждут решения судьи. А нам показывают тем временем опять этот эпизод. Вот Мика Нораном там в контакте находился с армейским форвардом. Насколько этот контакт соответствовал правилам игры. Тата «Нефтьарена» подсказывает арбитру, какое решение нужно принять. Ну и потенциальный, будем так говорить, автор заброшенной шайбы тоже в нетерпении. Равно как и казанские хоккеисты. И все сейчас будет зависеть от жеста главного судьи Александра Антропова. Своеобразный тайм-аут ее у того и другого тренера. Он уже образовался. Но однако же своим игрокам ни Вячеслав Быков, ни Зенталабель-Лединов не обращаются. Спокойный он. Армейские тренеры. Ну что делать? Они считают, так не засчитают. Игра только началась. Все еще впереди. И философски настроен Зенталабель-Лединов. И отыграться можно еще и забить. Так что трудно предположить, что эта шайба, будет ли она защитной или нет, станет в этом матче единственным. Я уже говорил, что в первом круге армейцы выиграли со счетом 3-1 на своем льду. Но на сей раз вот после нескольких минут игры, может быть, повели со счетом 1-0. Вам судить. Насколько мешал Сопрыкин Микки Норринова. Упал он на него уже после того, как Вадим Банчинцев сделал этот бросок. Или все-таки тоже. Довольно сложный эпизод. Даже вот после стольких покорок, а прицелительных потрудных. Очень не страшно. Ну, по-моему, решение принято какое-то. На центр укажет или разведет руки в стороны Александр Антропов. Держит паузу. Да! Есть! 1-0. ЦСКА повел. Вбрасывание в центре площадки. И еще какое-то время ЦСКА будет играть в большинстве. Только теперь уже преимущество будет лишь в одного хоккеиста. Естественно, смена составов. Ну, и рассказывает, да, Александр Антропов, что восьмой номер запросил шайбу. Тут же следует объявление судей информатора. 1-0. Ну, что ж, вот так вот Казанский Акбарс имеет довольно ощутимое преимущество. В игровом отрезке сам фактически себе привез от ушайбу. Логически ничто не говорил за то, что этот гол должен состояться. Напротив, ворота ЦСКА были под угрозой. В опасности не раз и не два. Очень неплохо сейчас центральный нападающий плюш не представлял. Ну, и вот на сей раз армейцы уже преисполнились уверенностью, расставились швистом. Что сделал Скугарев с Миквейнорнаном? Мы-то с вами смотрели, как защитники передают шайбу друг другу, поэтому были не в курсе эпизода. Но не без помощи 74-го номера Казанского Акбарса Алексея Емилина. Скугарев снес Мику Нородана. Ничего в численном составе команд не изменилось. По-прежнему армейцы играют пятером. Казанская команда смеет на игрока меньше. Шайба выброшена. Армейцев этот эпизод сбил больше, чем защищающийся хозяин. Довольно ловко вошел в зону Банчинцев. Вернулась первая тройка армейского клуба на лед. Можно сохранить шайбу. Правда, это не просто будет сделать. И опять вот этот странный диагональный наброс. Максим Морозов переходит в атаку. В данном случае лучше пока просто задержаться в зоне соперника. Измениться и не получать вот эту атаку 3 в 2. Благо, вышел со скамейки запасных 16-й номер Петр Чаянок. И подстраховал по экспортерам. Такой уже опасной контратакой не выглядело. Не точный пас. И точно такой будет. Чаянок направо делает передачу. Хороший пас. Лишнее движение. Ой, лишнее. Юка Фентунин. Но благо добились для себя некого приоритета казанские. Кисти. Вот этот пас был, конечно, хороший. Может быть, стоило... Стоило все-таки бросить сходу. Тем не менее, передача была несколько неудобной. Что называется, вдоги. Хайки. Поэтому, кисти. Но какое-то время одно движение требует для того, чтобы подработать. Шайбу под бросок. Ну, а теперь численное преимущество уже у казанской команды. Там на пятачке правила были нарушены против рвучегося форварда хозяев поля. Армейцы тоже довольно легко шайбу выбросили из своей зоны, заставив Акбар добираться туда снова. Морозов. Ну, и шрифт, конечно. Надеются на то, что... Да, это так и есть. Теперь, кукра, преимущество два хоккеиста будет уже у казанской команды. Нарушение было. Нарушение было, по-моему, даже без повторов. Это очевидно. Морозова просто завалили на лед. То ли Белов, то ли... Нет, только не Белов, а 71-й номер армейской команды Владиславко. Кстати, в финском чемпионате он был. СССР выступал. Теперь такой же вызов, такое же испытание уже у ЦСКА. Благо, что удалось сбрасывание выбрать. Более того, хотел сказать, что и шайбу выбросили армейцы. Нет, шайба не выброшена. Она у Акбарца. Но, тем не менее, цепляют. Цепляют назойливые армейские хоккеисты своих соперников. Играют они в контакте, но хорошая передача. Перевод на левый фланг. Ну и... Акбар впереди. По атаке. Неточный пас. Ну и здесь ничего не удается сделать. Банчицык выбрасывает шагу. Чужую зону. Еще 35 секунд осталось у Акбарца, для того, чтобы решить свои проблемы. Снова неудачная попытка. На сей раз в зону удалось войти ненадолго. Вот огромный очень играет капитан армейского клуба. Может быть, атака, кстати, неплохая. Да, пасная бросок. Нет. Вот только сейчас он последовал. Олег Запрыкин. Красиво выиграл защитника. Ну и, естественно, с потерей темпа. Давайте посмотрим. Во-первых, передача была хороша. Согласитесь. Ну и спешащий в оборону девятый номер Андрей Первышев проскочил. А Запрыкин, резко затормозив, ушел от него. Но, правда, шайбу с трюка у него съехало. И бросок в должной мере не получился. Все. Чисная прибыль. Армейцев исчерпана. Владислав Клон появляется на льду. Акбарсу теперь против правного состава армейцев придется атаковать. И еще раз. Обухов. Снова бросок в зону. Но, по-моему, еще ни разу не давалось в команде, которая таким образом начинала атаку задержаться. Вот, может быть, это исключение. За воротами отчаянная борьба, которую армейцы выигрывают. Но, правда, шайба им не достается. Ну и опять реакция публики совершенно очевидна. Сутишь тут за это опасный момент. Бросок! Акбарс атакует. Опасный момент создается ССК. Раз за разом. Почему что интересно? В равных составах тоже армейцы играют. Не менее опасны, чем большинство. Но мы не берем тот отрезок, когда пятером против второих происходить. СССР. Снова атака СССР. Горбунов уперся за защитника, но шайбу в зону завез. Рука арбитра была поднята. И шайбы коснулись армейцы. Но, откровенно говоря, нарушений я не видел. Наверное, речь идет об этом эпизоде. Да. За руку дернули. Игрока Акбарса и тот самый Горбунов, о котором я только что говорил. В первой фазе атаки-то он довольно полезно действовал. Хайбу в зону взялся, но потом правила нарушили. И снова преимущество Акбарса. Не будем считать, что арбитр возвращает хозяева площадки. Никитул. Тем более, что основания для свистка у Александра Антропова были. Бросок. От синей линии фиксирует шайбу армейский галкифер. Мика Норана. Попроситель, конечно же, того слова. Уверенно сыграл. Принял шайбу на корпус. И, что самое главное, не отпустил ее от себя. Потому что там на пятачке уже готовы были ее добить в сетку. Неаккуратно. Теперь надо шайбу отбирать. В том, что везти обратно в зону армейцев. Но вот сейчас хороший момент для того, чтобы войти в зону. Армейский нападающий задержался. И против троих атаковали казанцы. Но и в результате, конечно, в зоне они не утвердились. Пока нет. Вот только сейчас, пожалуй, возможно. Хорошая передача. Опасный момент. И бросать можно. Со всем, что ли, хотят завести шайбу в тех поворот. Паникова на пятачке у ЦСКА. Казанскому Акбарцу нужно сейчас именно додавить, что называется, добить. Но все успокоилось. Все успокоилось. В штатном режиме четверка армейская обороняется. Раймон Жиру нет. Не упускает шайбу все-таки. Потерял ее из виду на какой-то момент. Еще один бросок. Серия рикошетов. Снова выбросить шайбу из зоны не удается. Морозов. Передача на пятачок. И такой странный навесной бросок от Зарипова. Отбились. Отбились армейцы. И Панчинцев отправляется отдыхать. Передвинев шайбы за воротами. И армейцы играют в полном составе. Неплохая передача на пятачок. Там ведь достаточно одного касания, чтобы скользнуло шайбу в сердце. Проброс. Ладизма в конкурс. Первый проброс за матч. Всего-навсего. Сейчас судьи дают играть. Раньше лет 15, наверное, 20 назад. Пробросов было гораздо больше. Это и вообще остановок игры. Теперь нет. Судьи ставят шайбу фактически. Борком решать нельзя. И невозможно. Передача на пятачок. Петров. Скружит там в углу площадки. И снова его атакуют. Армейские защитники атакуют. С нарушением правил. Похоже, что снова Ладизма в конкурс. Погрешил против истины. Вчетвером ЦСКА остается. Это говорит прежде всего о том, что преимущество за Казанским клубом. Нет, это Антон Белов. Первые его две минуты в этой встрече. В общем, ключом в ключе шел. Клюшко убрал и руки. Тем не менее, прием этот орбитам не понравился. Отвердились в чужой зоне. Казанцы. Но пока что все это очень тихо и небо происходит. Ситуация для броска не создается. Передача это была или бросок. Вот сейчас точно с неудобной руки. С лопатой, что называется. Бросал западающий Акбарса. Ну и снова все. Тут тихо и заберло. Пока, наконец, армейцы шайбы не перехватили. И быстренько Скугарев бежит меняться. Еще пять минут. Без малого играть в первом периоде. 1-0 ЦСКА впереди. 30 секунд преимущество Численова еще остается у Акбарса. На мой взгляд, очень неаккуратный пас. Слева был партнер, которого можно было порадовать передачей. Причем совершенно без сопротивления. И попызти, и попызти чуть-чуть. Просто не готовы помочь. Снова Морозов с партнерами на льду. Уборони Медведев и Жиру. Но им ничего не удается сделать. ЦСКА выдержал и на сей раз. Напомню, что единственную шайбу удалось забросить армейцам, когда у них было на два киста больше. А в остальном прекрасная маркиза. В общем, равный хоккей. Территориальное преимущество за Акбарсом. По моментам, но ПЦСКА чуть-чуть впереди. Но едва не ошибся сейчас защитник. Каблуков назад. Тут уже все, все на месте. Емеля направо на Медведева. Вне игры уже. Ехал в зону партнер Дмитрия Казионова. А тот находился спиной к театру военных действий. И не видел. Никогда нельзя тормозить перед тем, как войти. Пересечь синюю линию. Партнеры, простите, могут промахнуть и въехать в зону. И тогда вне игры неизбежно. Три минуты до конца первого периода. Минимальное преимущество армейцев 1-0. Армейцы проще играют. Брасывают шагу в зону и тут навязывают борьбу. Заходить манера канадская. Но если не получается комбинировать или выигрывать один в один, то что уже остается еще делать. В силовой борьбе армейцы соперников в первом тайме превзошли. Главное добились вот этих самых двух удалений подряд, которые оказались решающими для этой 20-ти минутки. По правому флангу удалось войти в зону. Бас за ворота Морозов. А вот эта передача не точна. Опасной атаки не будет. Тем не менее шагу из зоны армейцы выбросили. И контролируют ее тоже они. Еще один проброс. Снова ЦСКА. Тимофей Шишканов. Вбрасывание с заказанием. Вбрасывание с поворотом. Перещу не точно. Створ было бы поопаснее немного. В одиночку, конечно, с двумя защитниками не справиться. Армейцы очень грамотно играют, встречая соперника в момент приема шайбы. И простора, пространства у казанцев практически нет. Все время в контакте с соперником нападающие работают. А если у Акбарса нет скорости, то играть ему гораздо сложнее. Вот смотрите, еще одно подтверждение. ЦСКА напротив. Пистый лед перед центральным нападающим. И можно уходить в зону, бросать, делать все что угодно. Вот вот и сейчас контратаку удастся казанскому клубу. Хорошее оставление шайбы. Бросок! Лоусон спасает своего Томаза. Полминуты осталось до конца первого периода. Снова армейцы контролируют шайбу. Вот неплохо раскатился сейчас 71 номер Владисов Кон. И шайба в зоне у Акбарса. Впрочем, она армейцами потеряна. И опасный момент может быть. Пас! Проток! Шускарев уже въехал по Вратарскому. Между тем, свисток к окончанию. Сирена к окончанию первого периода. 1-0 в пользу гостей. Армейцы выигрывают у Акбарса. Очень много портов работают тегисты. Выбираться на чистый лед не всегда удается. Бросок не хватает. Вот, пожалуй, это отмечу. Поопаснее немножко армейцы действовали в первом периоде. Казанский Акбарс, напротив, отвечал преимуществом, но если хотите, общего плана, больше владел шайбой. Вот такое краткое резюме первого периода. Думается, что слова нужные были сказаны тренеру в раздевалке, в частности, Зинкулове или Людиновым, которому нужно что-то сделать, чтобы как-то справиться с очень плотной игрой, придуманной Вячеславом Быковым, главным тренером ЦСКА. Вот и двух конструкторов и архитекторов происходящего тоже мы с вами увидели. Проблема с входом в зону и у ЦСКА, и у Акбарса очевидна, конечно. По такой игре крайне важно будет, кто чаще будет получать численное преимущество. Пожалуй, наверное, это будет определяющим фактором. Потому что обыгрывать один в один, и та, и другая команда, по крайней мере, ее лидеры, не могут пока что. Потеря. Сопрыкин делает передачу на бросок Сопрыкина. Каким же образом он промахнулся. Попал в защитника, по-моему, или в сетку сбоку ворот. Очень неплохая была ситуация. Симаков ему помогал в этой атаке. Еще один опасный момент за ворот Акбарса. Еще эту костяшку счетов откладываем. Конечно, на табло это все отражение не находят, и тем не менее. Бросок в воротах. Несколько был, конечно, Панину, может быть, не следовало бросать поворотом. Два события совпали. Поэтому, наверное, Панину виновность не следует признавать. Казалось, что шайбу удалось сохранить. Ну, а вот этот момент в ворот Акбарса. Мощная нога Медведева оказалась последней преградой между сеткой и шайбой. И счет не изменился. По-прежнему 1-0 гости впереди. Я уже говорил в первом периоде, что в турнирной таблице хозяева располагаются куда ниже гостей. 10 мест между ними. 4-й и 14-й. ЦСКА в этом сезоне получше играет. Очень неплохой наброс. Просрел на пятачок. И свисток. Пока мы смотрели с вами на Панина, что-то еще произошло на льду. Хорошая передача. В тачке Панина заблокировали. А пас дел могут. Брасывание в зоне армейцев. Защитник Илья Никулин. С другой стороны Казанского Акбарса. По брасываниям абсолютное равенство. Нельзя считать определяющим преимущество в одно результативное и полезное действие. Видите, пока шайбу обрабатывал фору Казанской команды, уже встретил его Максим Гончаров и припечатал к борту. Характер игры не изменился. В чем Казанский Акбарс может добавить? Несомненно, в скорости. Прежде всего, скорость принятия решений. Все это мешает сделать технический брак. Как мы видим, только что попал фору Казанской команды под силовой прием. Потому что толком шайбу не сумел обработать. И пока он вкатывался в зону с опущенной головой, защитник немедленно, естественно, его встретил. Казанцы зажали соперника в зоне. Хотя команда играет в равных составах, но только сейчас. Перехват ладизма в кун выходит из зоны. Не спешит. Передача направо. Армейцев от борта в центр площадки не пускает. Безадресная передача. Хотя, в принципе, адресат намечался. Чуть было поточнее нужно было сыграть. Он пас направо снова. Шайба так скользнул. Едва не угодила в ближний угол ворот. Просвистело. Рядом со стойкой. Мазарифов просто сбрасывает шайбу в зону и следует сразу бросок с разворота от 26 номера Дениса Архипова. Вон сегодня вместе с Морозовым и Мазарифовым играет. Неплохо Морозов пошел в зону. Красивые у него эти виражи. Соперник, словно, оттесняет от шайбы. Тяжело очень подобраться. На широко расставленных ногах катит Алексей Морозов. В общем, один из самых техничных попадающих в российской суперлиге. Говаривали о том, что можно отвернуться в НХЛ. Он все-таки остался в Казани. Но, к сожалению, вот в этом сезоне, может быть, и в связи с отсутствием Зиновьева, а может быть, с каким-то другим причинам, спортивным или психологическим, тройка эта не играет так, как она выступала в прошлом году, заставив нас вспомнить золотую эру российского хоккея. Советского, наверное, надо будет сказать. Тогда таких звеньев в нашем чемпионате было ни одно, ни два, и ни три. Но слишком сейчас все быстротечно в нашем хоккее. Каждый год миграция хоккеистов засталивает во все разумные и неразумные пределы. Поэтому вот устойчивые сочетания, которые давали ту самую сыгранность и ту самую красоту игры, они отсутствуют практически. Каждый год приходится создавать команду тренеров и вальни задово. А вот и первый проброс в зону казанской команды. В первом периоде двумя пробросами армейцы отмечены. Не примите это за движение, за разговоры на тему «Раньше трава была зеленее и вода макрее». Просто такова ситуация. Но ведь не только в России такая. В Национальной хоккейной лиге в полной мере. Ну что ж, тем более профессиональный хоккеист, тем быстрее он приспосабливается к любым партнерам. Может быть, это качество сыграет на уровне сборных, где, к сожалению, не имеемой возможности вот так вот наигрывать целый год привычное сочетание игроков. Ну, пока я развлекал вас этим лирическим отступлением, ничего кардинального на площадке не произошло. Вообще игра успокоилась. И темп несколько упал. И ни одна из команд, решающего как-то фактор в свою игру, вести не может. К сожалению, вот такой хоккей у борта мы с вами наблюдаем. Но сейчас, может быть, опасная ситуация. 57-й номер ССК Максим Венчаров защитник выкатывался на пятачок. А также защитник страховал. Страховал ближнюю штангу. И бросать Венчарову не позволил. Снова вбрасывание в зоне Казанского Акбарса. Что ж, Экнар по армейцам. Если они держат шайбу в чужой зоне, не выпускают оттуда хозяев, то стал быть и собственным воротом. Никакой угрозы нет. Просто конец. Нет, не попытка атаки. Все лишь на свой выброс в среднюю зону. Армейц так тихо, очень доминирует. Абсолютно спокойно. Хороший перевод. К сожалению, Федор Чайянок уже успел залезть в зону. Передача, честно говоря, никакого другого шанса ему не оставляла. Может быть, что ошибется арбитр. Так вот неточность паса очевидного и очень хорошего убила эту, в общем-то, потенциально опасную атаку казанского Акбарса. Потеря. 1 в 1. Ну что, обыграет сейчас? Морозов. Нет. Не получилось. Снова он с шайбой. В офисе Грецкий. Заворотом выкатывается оттуда. Несколько разворот. Пока, наконец, не навязывает его борьбу. Армейцкий защитник. Опасно! За рифом бросал. Шайба по-прежнему с ним. Передача. И, наконец, свисток. Подножка. Показывает нам Вадим Япончинцева. Он ли или кто-то из его партнеров направил нарушил. Здесь пока еще нарушения не было. Ну вот этот момент. Ткнул конек. Клюшки соперника Вадим Япончинцев и заработал две минуты. Обращу ваше внимание, что подряд три нарушения правил совершил ТСХ, но если вспоминать, еще первый период. И, в общем, это дает шанс казанской команде. Потому что, играя в меньшинстве, команда устает, конечно, больше, чем обычно. И без ворот очень тяжело играть. Вброс в зону довольно примитивно. И в стиле первой тройки казанского Акбарса. Опасно! И бросок! Здорово! Раймон Жирук. Такой паста хороший. За спину Никулин сделал Морозов. Вот встали в зону. Вот это то, может быть, такой проблеск той самой игры, которой привыкли мы в прошлом году. Красивая комбинация. Хотя мог и сам бросать. Никто не мешал. Жирук. А, это Медведев. Не хилит, простите. 82-й номер. Евгений Медведев. Зарипов. Снова Медведев. Бас на правый борт. Зарипов притаился. Но надо что-то уже предпринять. Бросок от синей линии. Получается. Морозов подбирает шайбу. И очередная попытка. Жиру бросает. Добивание. Опасно. Еще один бросок. Честно говоря, я шайбу из виду потерял. Можно бросать Медведев. Кистевой бросок. И, похоже, шайбу вратаря. Томас Лоусон разобрался в ситуации. Видел он момент броска. стал быть, не таким сложным он ему представился. Ну, просто положил щитки на лед. И в данном случае чего ему и не потребовалось сделать. Низовые броски здесь бесполезны. Вот хороший момент. И бросок чуть выше. Ну, по-моему, шайбу в ловушку забрал. Томас Лоусон. там еще есть кто-то из армейцев без клюшки остался. Ну, а здесь вратарь сверху накрыл шайбу собой и в дальнейшем ползновении ворота защитил. вот теперь можно слегка и перевести дух ЦСКА. почти половина. Вы знаете, второго периода позади. Армейцы контролируют ход этой игры. Ну, разумеется, я не говорю об удалении. В данном случае вот Вадим Япончинцев появляется на льду. Отбыл он свой двухминутный срок за нарушение правил. В принципе, не очень очевидное. Дался себе шайбу выпить в этом эпизоде, но попал в танюк сопернику и тот упал. Вот о чем могут быть говорить статистика по пробросам. Может быть, о панике одной из команд. Может и так. а может о проблемах при начале атаки. Еще один бросок. Едва шайба не проскользнула в левый от вратаря угол нижний. Армейцы переходят в атаку. Сложно там что-либо сделать. Скубарев был в одиночку. С четырех кистов Акбарса. Казанцы начинают атаку. Брос в зону. Не играет. Нет проброса. Еще один. Решили статистику подровнять. И снова первая тройка у ФСК. Как раз она и подправилась слегка. Владислав Кон отбрасывает шайбу назад. Следует бросок вполне неплохой. И казанцы переходят по атаке. Но опять, смотрите, против четырех уже успевших отойти армейцев вынуждены играть казанские форварды. А это весьма непросто. Может быть, даже умений не хватит. Значит, Волода на их стороне. Неаккуратно. И потеря. Симаков. Пустой угол бросал площадки ничего не ворот. Морозов пытался изящно обыграть Симакова. Но тут Юрки очень с быстрыми руками попадающий. Конечно, такой вольности лидеру Акбарса не позволил. Встретили сейчас хорошо очень встретили Олега Сопрыкина. Но, тем не менее, атака продолжается. Сопрыкин за воротами. Передача на пятачок. По идее. Двое против одного. Морозов пас. А куда шайба-то ушла? И тут же выход один на один противоположные ворота. Молниеносный обмен атаками. Причем мы с вами смотрели на Виктора Довгане. А в это время на ворота Казанского Акбарса стремительная атака. Разворачивался каким-то образом один на один. Армейский форвард выскочил. Но счет не изменился. Но еще раз ведь он понравился оператору. имидж этого парня на викинга он похож. Согласитесь. Борода в общем в деле. Длинные волосы рожеватые. Но между тем атака опять на ворота Акбарса. Спугарев за воротами тут же Тимофей Шишканов. Ну и еще одна попытка. Белов. Спугарев не точную передачу сделал неприятная ошибка бросок тут какая-то вот расхлябанность армейской обороны едва не стоило возможности 14 номеру Акбарса Олегу Петрову бросить поворотом Шишканов и так заметим он сегодня бросок утверждения там Морозов делает передачу просто Раймон Ажиру который неизвестным образом здесь оказался крюка шайба съехала ну и ответная атака Олег Сопрыкин один на один вышел довольно бесхитро бросил прессинг Петров пытается зажать в зоне армейцев тут нарушения не было все-таки выбираются какие-то ЦСКА из этой мини-ловушки которую казанцы приготовили и начинают собственную атаку в дальней игры было паста назад пошел Юка Хентунин на Петра Чаянока сделал передачу и Чаянок на сей раз не успел выловил шайбу уже за синие линии в общем она в зоне и не была оставил ее Хентунин партнеру а сам вкатился в зону тормоз был буш тогда что ли и опять атака получилась из рикошета какого-то они в результате осознанных игровых действий казахских форумов задержались в зоне хозяева площадки фиксача была явно в борьбу и она выброшена шайбой я имею ввиду из зоны еще и армейские ничего не меняется прощаюсь я не слышащему меня Зина Тулли любили лидировать разбить плотную армейскую игру казах пока не в состоянии снова первая тройка Акбарса на льду Морозов Заритов и вместе с ними Архипов хорошая передача можно бросать Лоусен опять играет очень профессионально и четко Морозов не проходит эта передача слишком много было приходящих обстоятельств для того чтобы шайба оказалась на левом фланге атаки Акбарса много клюшек кайков много и так далее медведя все таки он не нападающий поэтому просто попытался пробить вратаря даже в угол не попал Морозов было просто занял позицию и с ситуацией справился ну и вот тут очень неплохая передача чуть побыстрее стали играть казанцы и в тот черный у них появились свободные зоны и пространство не выпускают сейчас армейцев из зоны вот если бы не та ошибка то все таки возможно была бы найдена возможность для броска сразу стали проходить вот такие передачи сразу возникают возможности для входа в зону сейчас не воспользовался и Юха Кентуни тем не менее не точности присутствует без брака никак верно даже в основании и более классных команд но вот у офсайдов абсолютное преимущество Акбар пять раз попали в это положение хозяева льда и армейцы ни разу армейцы сегодня очевидно играют от обороны делают это очень профессионально и аккуратно как объехал чуть не всю пятерку сейчас 16 номер армейской команды Владимир Горбунов нашел возможность броска конечно странно было предполагать что он забьет пропустил его вот через первый номер казанской команды защитники вел Никита Алексеев а потом стоит за ним и Евгений Рясинский сопровождали армейского нападающего ну и истошный крик болельщика думаю может прорвался в динамике ваших телевизоров и армейцы Владислав Кон в углу так и застрял шайба потеряна в одиночку пытается войти в зону Жуков держит шайбу Алексеева сыграл неплохо можно бросать последний момент шайбу с крюка сняли и пауза шефер держит шайбу уже секунд 20 наверное нашел наконец 29 номера Илья Круглев-Каблуков тот за воротами прокатился но и предполагалось что не сам он упал еще один проброс но этот эпизод нужно смотреть еще раз по горячим следам вывод сделать тяжело это под силу профессионалу арбитра все-таки нарушение было на мой взгляд Илья Никулин заслужил двух минут в этом эпизоде но решать как уже было сказано арбитром а нам с вами соответственно смотрите а хороший момент бросок как же можно было пробахнуться все сделал Паршин и вратаря уже обыграл все ворота были полностью как на ладони перед ним но за такое конечно судьба чаще всего наказывает хотя бы вот этим удалением неужели не было нарушения? нет судья оставил все как есть еще один проброс блестящий момент Паршина по-моему очевидная нарушение хотя клюшка чья-то лежала на льду может она помешала Денису Паршину забросить эту очевидную шайбу естественно при этом один и наконец располагался скрещаться владельцем так было нарушение в углу армейской зоны у борца идет борьба проиграна она снова так уже не в первый раз казанцем Медведев все равно Мачете действует клюшкой получающая шайбу снова и сам идет зона почему нет и бросать будет и два не забил вы знаете мочкой могучий бросок защитника надо бы уже сделать передачу бросок еще один попасть не стал у армейских ворот почаще их атакуют казанцем неплохо Зарипов пас и бросок Морозов точно такой ситуации какой был в первом периоде и Панчинцев не попал в абсолютно открытый угол это благодарят Лоусона доме Лоусон Зарипов как все сделал передача прекрасная и вот этот пас в дальний угол попал Морозов они в ближний а так быть бы голым кому-кому Алексею промахиваться совершенно невозможно в такой ситуации потому что мастер он очень большой вторая минута до конца быстро пролетевшего второго периода пока вперед ИСГА 1-0 снова в перчатке Лоусона шайба и опять очередное сбрасывание в армейский зон армейцы выиграли отодвинули игру от собственных ворот собственно говоря и чужим приблизились ненадолго правда неплохая передача и открыт гор нужно войти в зону так и происходит пас за ворота что там неплохо неплохо но чуть-чуть неаккуратно 34-й номер Дмитрий Обуков и Тил в чужой зоне держал шайбу но так адреса-то и не нашел для передач последняя минута пошла второй 20-ти минутки снова у Акбарса шайба постепенно казанская команда просыпается ну просто так проигрывать этот матч не забросит ни шайбы в чужие ворота это как смесо-либо пожалуй уже все на 30 секунд и творить что-нибудь в этом периоде будет довольно-таки сложно но пока что идет вперед первышен вошли в зону казанцы за шайбу правда еще нужно будет побороться и опасный момент может быть еще есть какое-то время попытался обыграть соперника Юха Кентунинг Все. Сирена застала Казанский клуб в атаке. После двух третей этого матча 1-0 в пользу ЦСКА. Статистика. По броскам преимущество Акбарса очевидно и сомнению не подлежит. По броскам створ аналогично. Но вот обратите внимание, разве что игроки ЦСКА только один раз промахнулись поворотом. Процент попадания здесь довольно хороший. Тем не менее, все-таки Акбарс атаковал. Акбарс имел территориальное преимущество. Мог забить, наверное. Но все-таки те моменты, которые возникали у ворот Маусона, нельзя назвать очевидными. Ну, разумеется, за изъятием того, что вы посмотрели только что. Армейцы очень плотно играют. Стараются ввязать соперника из своей зоны и в средней не упускать его. Но не всегда это получается, разумеется. Сейчас довольно неприятная ситуация у армейских ворот. Даже такое впечатление создается, что у ЦСКА на одного игрока меньше. Однако нет. Просто Акбарс очень мощно играет. Но вот, наконец, шайба из зоны выброшена. К счастью для армейцев. Смену свою первая казанская тройка провела продуктивно. Правда, поворот он так и не бросил. Что, наверное, тоже в некоторой степени является первым знаком этих игроков. Никулин берет 14-го номера Симакова. Попросите, 14-го номера Петрова. И снова задержались в чужой зоне. Бегида Акбарса. Правда, ненадолго. Но вот только таким образом Кентунин выберется к воротам. Бросил, попал в четыре коньки. Крепчите колени. Можно делать передачу налево. Нет, предпочел бросить сам. Сейчас Олег Петров. Еще один бросок Кентунин. В закруглении у ворот попадает. Похоже уже даже на штурм. Деваться-то некуда Акбарсу. Ответ ЦСКА. Как скорее же пропорта. В этой зоне нужно поиграть тут немного армейцам. Не появлялись они там сначала последний третий матч. Нет возможности перевести дух у ЦСКА. И даже провести атаку. Нарушение. 75-й номер Казанского Акбарса. Григорий Панин. Владислава Кона законными средствами не остановил. Вроде бы увез уже его в угол катка. Но тем не менее. Мог еще выбраться Владислав Конд. И Григорий Панин получает две минуты. Это отдаляет казанскую команду от возможности решить задачу. Две минуты придется отбиваться. Но это в лучшем случае разумеется. Наброс неприятный очень на пятачок. Если не ошибаюсь, высоко поднятый клюшкой. Мог подставить ведь Владислав Конд клюшку под этот бросок. Правда опекал его защитник и прижимал орудие производства ко льду. А нет. Нет и Казионов. Поправляется отдыхать. На две минуты. Пока что, как это ни странно, хозяева удалялись чаще. Ненамного. Но тем не менее. И армейцы в атаке. Причем, обратите внимание, в бронезащитник Владислав Конд выступает. Довольно сильный бросок. И ситуация повторяет то, что возникло в первом периоде. Еще одно удаление у казанской команды было. Втроем против пятерых снова. Не жалуют арбитры. Такистов Акбарса в этом матче. Трудно даже припомнить, когда одну из команд несколько раз оставляют в столь значительном числе в меньшинстве. Первая тройка ЦСКА. Естественно, на льду. Реализовавший уже подобный гандикап. Ипанчинцев. Все три у Казанских почти на пятачке. Бросок. Норвен отбивает шайбу. Не опасно. Сопрыкин. Нет, это не Сопрыкин был. Тут из армейских кисов прорывался на пятачок. Здорово сыграл в защите. Здорово просто. Встретил в первую очередь в портах соперника. И дал возможность смениться своим товарищам. Пять секунд. Ну, в общем, выстояли казанцы на сей раз. Сейчас полегче будет. Причем и следом и второй игрок появится. Ну и шанс. Может быть шанс. Слева еще один хоккеист Акбарса. Спером атакует все того же Панина. Но он шайбу сохранил. Явную возможность армейцы не использовали для того, чтобы свое преимущество упрочить. 1-0. Счет так и остался. Ну, а сейчас удаление, судя по всему, будет уже у ЦСКА. Алексей Васильченко. Оторвались по части штрафов казанцы от соперников. Вот момент, который тоже мог быть довольно опасным, но бросить не удалось. Ярко начали третий период команды, надо сказать. И эмоционально. Что не может не радовать. Снова судья. Пользу ЦСКА, что называется, сыграл. Там куча невольная. Ну, не разобрался обидор ситуации. На пути шайбы оказался. Вошли в зону казанцы. Ну, и теперь можно начинать трудную работу с реализацией большинства. Сильный бросок. И гол! Илья Никулин. Все-таки пробивает Томми Лаусона. Вторая шайба в этом ночи. И вторая в численном неравенстве. Не удалось. Вывести на бросок партнера с помощью хитрой комбинации. Так как Барс воспользовался силой броска Нехулина. И точностью соответственно. Такие моменты из-за ворот хорошо смотреть. Я даже и не видел. Вот только что шайба скользнула в девятку. Очень сильный бросок. И очень точно. 1-1. Теперь армейцам будет несколько сложнее. Играть так же, как они играли. Беспокойствие ССК утерял. Утратил. Стал подпускать казанцев к собственным воротам. Отсюда нарушение правил. И вот отсюда эта заброшенная шайба. Нельзя сказать, что из логики игры она не вытекала. Ну, в принципе, если команда перебрасывает больше, чем в два раза соперника, то говорит, во-первых, о том, что хорошо играет вратарь, если обходится без заброшенных шайб. Ну, а во-вторых, что частенько бывает Акбар в зоне. Не дали выиграть за пятачок Михаилу Жукову. Неаккуратная передача. Подхватывает шайбу 59-й номер. Вячеслав Буракченков. И Акбар с ватаке. Это Раймон Журук. Не точно. Равно, как и эта передача, она тоже оказалась не игрой. Не игры. Виннис Архипов въехал в зону, когда там находился партнер. То, что шайба у него была, стало быть, и вот видите, вот этот момент четко виден. Зарипов опередил события, как говорили раньше комментаторы. Очень грамотно на своей синей линии играет ЦСКА. Вот если армейцы уже впускают Акбар в свою зону, то там уже гораздо сложнее все для обороны происходит. 1-1. Еще до матча предполагалось, что игра может подтянуться. Что могут потребоваться не только дополнительные 5 минут, но и штрафные броски. Вполне возможно, что так и произойдет. Еще один бросок. Опасно. Виноват шайба ворота. Степанчинцев. Бросок. Здорово ловит шайбу. Довгань бросал. А, Розин, простите. Нервы сдали у Норрона. Донец Зарипов отправляется на 2 минуты. И снова численное преимущество у ЦСКА. Ну, здесь понятно, что подножка. Изотармейцы доиграли, а рука арбитра уже была поднялась. Панчинцев, Симаков и Сапрыкин. Какова бригада по реализации большинства? Бросин. Сам пошел. Делает передачу на сеней линии. Панчинцев, Сапрыкин. И тот грамотно пробрасывает шайбу по борту. Встали армейцы. Косок. Точно. Шайбу из зоны выбросить не удастся. Пострадал, что-то из птиц Макбарса. В нее шайба попала. А уйти со льда нет никакой возможности. Шайба и два. Подправленная нападающим. Не скользнула все в коворот. Вот наконец сейчас. Можно будет смениться. Шайба пока все те же на льду. И Панчинцев, да, делает передачу налево. Сапрыкин. Против него применяется силовой прием. Но здесь уже контролирует шайбу. Не так барса. Хорошо. Хорошо Чаянок. Задержал шайбу у себя. И даже успел бросить поворотом. Кенту не стал атаковать. Хотя может быть не стоило бросить поворотом. Так на удачу хотя бы. Мало ли что. Снова армейцы в зоне соперника. Но у нас осталось совсем немного. Через три секунды появится удаленный. Занит Зарипов у Казанского Акбарса. Все. В равных составах играют команды. Но атака ЦСКА еще не исчерпана. Красок. Андрей Шефер. Акбарс в атаке. Симаков ошибается. В зону входит. И удаление еще одно. Плечом. Рясинский. Говорит арбитр. Я плечом атаковал соперника. Ничего я не виноват. И вот вместо возможности продолжить начатое заброшенные шабы Никулиным. Снова придется Акбарсу отбиваться. Плечом-то не коснулся Сергея Широкова. А коснулся ногой. А это нарушение права. Собственное видение представил защите к арбитру. Судя не поверил. И снова ЦСКА в большинстве. Симаков. Манчинцев. Снова он. И попытка атаковать. Данил Зарипов. Не успевает. ЦСКА. В зону войти удалось. Опасно. Передачу на уровне пояса делать совершенно бессмысленно. Опять публика недовольна. Упал. Такие с Акбарса. Судья молчит. Вернее, Свисток его молчит. Симаков потерял шайбу. Но все обошлось. Еще одно нарушение. Перевне игры. Родин использует свои габариты. Укатывался в зону. Упально висел на нем 74 номер. Алексей Емелин. Нет, ничего не изменилось. По-прежнему четверка казанской команды. Против пятерки армейцев. Вне игры. Еще 50 секунд. В распоряжении ЦСКА есть. Вопрос в том, как ими распорядиться. Распорядиться предстоит паршевой кампании. Снова вброс в зону. Владислав Конт отбирает шайбу. Назад. Правильно. Вмещается в центр. И бросок. Выше ворот. Закрыть зону. Укатывал армейский защитник. Конт входит. Оставляет шайбу. Паршину. Паршин назад. Шипер бросает. Все. Зионов выходит. Опасно может быть. Понятно у каких ворот. Атака продолжается. Бросок. Как же промазал. Промазал. Сейчас. Попадающий ТФК. Тут же ответ. Евгений Рясинского. Появился он на льду. И немедленно отправился в атаку. Починцев. Встанавливает его Никулин. А дальше уже не игры. Чешканов. Катался в зону. Только туда уже. Когда там находился и Починцев. По-прежнему 1-1. Сумели отыграться. Хозяева льда. Что наверное не удивительно. Неплохой они отрезок провели в самом начале третьего периода. Добились чешного преимущества. И реализовали его. И следующая будет следует признать трудовой. От искусства в ней. Было разве что мастерство слова Ильини Кунина. Который попал в самую девятку. Может быть угадал. И еще одно судейское решение обсуждает аудитория этого матча. Пока не определились и арбитры. Давайте и мы попробуем понять, что здесь было. Уловил шайбу. Перчаткой кто-то из армейцев. Ну, открыто. Калитка от скамейки. Штуршников. Если я отсюда правильно вижу. С неохотой Евгений Медведев отправляется. Это уже его третье удаление за матч. Или щур, прямо скажем. Особенно до защитника первого звена. На лед бросает посторонний предмет. Это должно сделать объявление. И сейчас судья-информатор пытается уговорить казанскую публику не сдабривать лед посторонними предметами. Хотя бы потому, что это может стоить здоровья кому-то из хоккеистов. Делает недопустимое. Но недовольны, конечно, недовольны. Казанские болельщики гораздо чаще их команда. Играет в меньшинстве. Судьи сегодня безжалостные. Судьи сегодня безжалостные Акбарсу. Возможно, для этого есть основания. Но, возможно, все-таки и были основания для того, чтобы удалить кого-то из армейцев. Не всегда это происходило. Сопрыкин. У Панчинцев. Хороший пас! Панчинцев подставлял клюшку и Шебек перелетел через перекладину. Тимаков не сумел обработать шайбу. И она... И она летает за борт. Братцы не будут в средней зоне. Чуть-чуть не повезло. Мог забросить экзотическую шайбу. Зионов. И она может измениться. Шефер. Набрасывает мяч на ворота. Шайбу на ворота, простите. И удается разрядить обстановку защитника Макбарса. Еще одна атака армейцев. В зону они вошли. 40 секунд. Чуть меньше остается у них на реализации большинства клон. Дальше делает передачу. Вот она, при великому сожалению для ЦСКА, не точна. Широков теряет шайбу. Маловато времени осталось. 18 секунд. Ходит зоны и панчи забросает. Ворота попал, так и говоря. Еще один бросок. Димафия Шишканова. От чьей-то клюшки шайба отправляется на трибуну. Вбрасывание в зоне казанской команды, естественно. Потому что девушка принадлежала одному из защищающихся. Коварный такой бросок. Выходит Медведев на лед. Атака Арба. Акбарса тут же опасно. Бросок! Чуть ли не в маску попадает Лаусова шайба. Еще пять минут есть. Думаю, все куакбарса. Потому что, чтобы избежать дополнительного времени, попытаться выиграть эту встречу. Армидзе почти все пятеркой откатились в среднюю зону. По крайней мере, к своей синей линии. Но, тем не менее, все тот же Медведев втаскивает шайбу в зону. За воротами и удаление. Но на сей раз крайне недовольный публик. До того, как прозвучал свисток, Ипанчинцев затолкнул спину соперника. Коим был Алексей Морозов. Что удивляется, Вадим. Ногу подставил, еще рукой добавил. Абсолютно очевидное нарушение правил. По всем канонам хоккея. Ну что ж, может быть, как раз вот это и есть. Тот самый час икс. Тот самый определяющий момент. Архипов. Первая тройка Акбарса на льду. И Медведев с жиру в обороне. Какая нехорошая передача. Плохая просто. Я так мяско вырву. Зарипов не раскатился здесь. Нужно заново. Объехал Симакова. Пошел вперед. Дали ему только вдоль линии синей. Продвемся и более ничего. Вот наконец встали казанцы. Опасно! Тонко переправлял Морозов дальше. На левую штангу. Эту шайбу. Морозов за воротами утвердился. Можно бросить! Рукой выбрасывает кто-то из армейцев шайбу из зоны. Рамон Журу подхватывает ее в своей зоне уже. Зарипов бросает. Клоусом кладет щитки на лед и отбивает в угол площадки. Грамотно и правильно. Медведев. Зарипов. Медведев снова. Бросок! Путал и кокол! Есть! Шайба попала в сетку армейских ворот. Кто ее туда протолкнул, я сказать вам решительно не могу. Только после повтора. 2-1. Казанский Акбарс выходит вперед. Не дотерпели. Не додержали. Третья шайба. И третья шайба в неравных составах. Дважды реализовали большинство архипов. Получает поздравления. Стал быть именно он является автором заброшенной шайбы. Вроде спиной к воротам находился. Давайте еще смотреть. Чтобы во всех подробностях этот эпизод разобрать, все равно не видно. Медведев бросает. И вот оно, это движение. Вот оно, это движение Дениса Архипова. Чаянок. Чаянок, Петров и Хентунин. 2-1. Шри с небольшим минуты у ЦСКА для того, чтобы этот матч все-таки вернуть. Правильное для них русло. Акбарта продолжает атаковать. Наверное, правильно. 2-1 Чирскольский. Чаянок на замену поехал. ЦСКА переходит в атаку. Так ничего не добьешься. Ни пули. Автор первый заброшенной шайбы. Фаршин сделал передачу в среднюю зону. Снова получает, но без скорости получает шайбу. Наброс. Контролировали там. Выходившийся в ворот Максима Гончарова. Степанов. У борта. Но явно держит шайбу. Обухов. Розин вперед играет. Пас был в спину. Очень неудобная передача. И снова первая тройка. Алексей Морозов до шайбы не добрался. Две минуты до конца. Делаю паузу. До конца третьего периода пока говорю. Морозов. Зарипов бросать не будет. Разворачивается. Неплохая передача. Опасный момент. Откились армейцы. Ну правильно, правильно. Атаковать нужно Акбарху. Вот если игра пошла. Она пошла. Тем не менее. Все-таки обе шайбы. Битые Акбарху были. Называется. В функции старания. Они искусства. Впрочем, они столь же цены, как и любые другие. Хотелось просто другого пакея. Бросок и гол. Вот теперь похоже все. Бедовичная ошибка. Уни Лаусона. Которая его, видимо, расстроила. Предыдущая шайба позволила Петру Чияноку. Петру Чияноку. Писать свое имя на табло. Совершенно нечего бегу. Перчатки вратаря. Шайба летевшая. Даже не в створ ворот, я полагаю. Опустилась прямо за его стеной. Просто не поднимал бы руку. Все было бы полезнее для команды. Ну что ж. Стал быть. Томми Лаусон. Решил нас с удовольствием. Увидеть, как. Партеря меняют на полевого игрока. Вячеслав Быков. Счет 3-1. И. Выглядит это бессмысленно. Тем более, что Акбарс атакует. Так здорово отыграл почти весь матч. Канадские врата ЦСКА. Вот. Может, так и не случится. В любом случае, конечно, вина в этом поражении не его. Удаление будет у армейцев. Уже до кучи. В восторге. Собравшаяся публика. Теперь-то уж точно. Команда. Зинкула-Беллидинова. Этот матч выиграет. Не рискуя ошибиться, говорю. Скубарик удален. Но это уже не важно. Оставлю удовольствие. Самому высокому начальству республиканскому. Так, не так, Барса. Ну, еще полминуты до окончания матча. Скажу, что армейцы первыми открыли счет в этой встрече. Забросил капитан команды Вадим Япончинцев. Затем Илья Никулин броском от синей линии, реализовывая большинство, сравнял счет. Вывел свою команду вперед Денис Архипов. И затем, в результате ошибки голкипера, третью шайбу провел Петр Чаянок. Ну, может быть, сейчас к этому списку еще что-нибудь добавится. Четыре. Вот, собственно, и все. Звучит финальная сирена, которая фиксирует победу Казанского Акбарса в 29-м туре чемпионата. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!